Виктор Георгиевич Аникушин 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 показали магнитогорцы на что способны что можем делать и они поверили нам и только после этого перешли следующему профессиональному атаку работы прошлом году оборот нашей газеты был миллиард 29 миллионов рублей из них 950 миллионов редакция заработала собственными силами на рекламе и лишь 80 миллионов значит вложили в дело наши учредители двери русского дома открыто для всех безусловно мы публикуем ну вы можете на примере главного редактора судить о наших интернациональных и других позициях я сам татарин у нас интернациональный коллектив работают и мордвины и русские немцы и евреи вот а читательском активе там никаких ограничений как вы уже смогли убедиться делает эту газету люди в основном молодые весьма конечно же полезно для вчерашнего студента поступить на работу в солидную редакцию где бы его подняли на крыло маститые зубры под журналистики но не менее полезно и даже намного интереснее начинает с нуля новое дело вместе с теми кто как и ты не оброс штампами и традициями конечно же без лоцмана то есть человека с хорошим вкусом и верным пониманием стиля здесь не обойтись надеемся что русский дом плывет правильным курсом это озеро бамбе излюбленное место отдыха в братской башкирии для магатогорцев целая сеть санаториев домов отдыха детских дач и пионерских лагерей нормально функционировали здесь еще до недавних пор но по известным причинам жизнь подорожала и особенно в зимнее время года большинство путевок трудящимися магатогорских предприятий оказались невостребленными и тогда администрация города совместно с руководством крупнейших заводов и трестом настрой решила поселить здесь детей классы с первого по третий каждой школы 24 дня день наших съемок сюда заехала школа номер 6 комбинат содержит полностью за исключением платы труда воспитателей и преподавателей а все сметы хозяйственных расходов по содержанию лесной школы комбинат комбинат содержит ну а там взаимозачет налогу по налогам комбината вот таких классов дачи пришлось на зиму переоборудовать впрочем к лету строительная служба обещает все вернуть на место и металлургий сумеет здесь летний сезон нормально мне тоже что я даже хочу тут остаться да вот главные козыри лесной школы великолепный гордый воздух которым дышаться просто невозможно пятиразовое питание трижды ребят кормят это роскошной столовой и два раза в ночь особенно важна булочка с кефиром которую дают в их сно совсем как дома впрочем не во всех домах нынче удается полноценно и пообедать родители подходят благодарят что не у всех сейчас есть такая возможность дома так кормить своих детей как кормим здесь то есть вы срываете с места целую школу и на 24 дня сюда ее вне зависимости от уровня жизни дети малоимущих богатых снимаем полностью класс вместе с учителем родители первую очередь доверяя своему учителю детей первую первую очередь их волнует не только отдых детей конечно это важно в наших условиях но и учебный процесс а вот так оценивает качество учебного процесса главный учитель города у меня были некоторые сомнения по поводу того что надо ли первые классы вывозить честно говоря я был против категорически этого но вот сейчас уже вот это вот мое убеждение которое я думал что оно прочное оно дрогнуло и в общем то я вижу что учителя меня начинают убеждать как раз в обратном оказывается дети оторвавшись от дома оказались в одной среде и учитель имеет возможность лучше узнать каждого ребенка не только в классе за школьной партой но и во время того как он обслуживает себя как он гуляет как он относится к товарищу и вот это удивительно какой-то такой фактор который помогает учить его будущем узнать своих детей и второе что мне тоже удивило вот эта атмосфера единства пусть даже миссия 24 дня в основном то значит она создает какой-то классный коллектив это изначально звучало разгрузить новые микрорайоны но сегодня существует целый график и не только школы классы школ новых микрорайонов значит едут в эти лесные школы но и правобережного района ленинского района сегодня это проблема кроме как разгрузки и занавтости школ носят еще скажем так адресный характер конкретный ребенок конкретный ребенок едет со своими сверстниками одноклассниками едет в школу где он проводит не только часы учебы вместе но и часы лечения часы игр часы отдыха он занимается спортом тех размеров которые там позволяет условия дышать свежим воздухом он оздоравливается он проходит курсы лечения значит он узнает своих сверстников раскрывается сам то есть значит вот эта проблема уже настолько шагнула вперед дальше то есть раскрытие раскрытие личности оздоровление личности а сейчас я вас приглашаю в агаповский район как и все районы территориально приближенные крупным городам а в данном случае это полумиллионный магнитогорск агаповцы немалую часть своих посевных площадей отвели для выращивания овощей ну и конечно же здесь рядом с городом удобнее всего расположить объекты по переработке сельхозпродуктов впрочем обо всем по порядку у нас район специфичный я всегда как-то завидовал свое время и сегодня тем руководителям первым лицам которые решают проблему развития сельского хозяйства и 99 процентов в районе это производство сельскохозяйственного направления у нас район наиболее сложный здесь присутствует и производство металлургического комбината и треста магнитострой и даже орского комбината южурал никель и железная дорога из ну в общем целый комплекс весь букет системы народного хозяйства у нас в районе с одной стороны это вроде бы казалось бы неплохо но в сегодняшние дни очень многие вопросы приходится регулировать решать согласовывать наверное это главная проблема всех сельских районов границы которых размыты близостью группы промышленных городов многопрофильность как потенциальная возможность заниматься не только производством сельхозпродукции плюс близкий и желанный городской рынок где на цветах и огурцах выращенных в домашних теплицах можно заработать больше денег чем на ферме и расхождение в оценке ситуации с объектами первые платки к примеру молока здесь более чем очевидные как вы можете составить небольшое подприятие конкуренцию гиганту гормон комбинатов почему потому что сегодня хозяйство сельмол завод сельмол завод совместно с фирмой line покупая сырье хозяйств рассчитывается а завод завод только обещание дает поэтому вот и основная причина что мы сегодня конкуренты для завода и второе наша продукция не уступает а где то даже по качеству и превосходит почему вы не строите у себя заводы по переработке молока но я вам скажу что это величайшая глупость нашего высшего руководства что вообще допускается эти вещи там где должна быть тонкая переработка вернее высокотехнологичная я отношу к этим делам продукты питания такие как молоко как производство переработка мяса но есть конечно грубая переработка есть тонкая значит их делать нельзя у нас же сегодня есть мощности дело в другом что этим мощностям мы сегодня не хозяева хотя есть указ президента о том что нужно выпустить дополнительное количество акций за счет долгов их опять себе забрать и командовать вообще даже переработчики к этому сейчас дело идет во многих областях вот допустим в пермской области деноминацию устроили передали это все переработку товаропроизводителям и дают сегодня на переработку то количество денег которые им необходимы для неплохой жизни вообще вы должны знать Андрей Леонидович что прибыль вообще самая главная прибыль сельскохозяйственной продукции она не образовывается в совхозах и колхозах на условиях там продажи купли-продажи основная прибыль идет на переработки и кончая торговлей вот эта цепочка там и остается там она остается к сожалению ну что ж вот вам две точки зрения на одну и ту же проблему разговор на эту тему он еще продолжен а сейчас давайте посмотрим детально что собой представляет Наровчатский малышный завод созданный как совместное предприятие с городской фирмой «Лайн» которая позволила на себя заботы по реализации продукции завод имеет учредителей в лице администрации района и ОЗТ Наровчатского сюда везут молоко не только адаповцы в числе поставщиков Свертинка, Ружевка, неслабые хозяйства изельского района в сезон большого молока летом завод способен принять и обработать до 14 тонн продукции дойных курдов российский аппарат российский? да, российский но работает нормально? хорошо работает а сколько лет вы уже на нем или месяцев? ну мы на нем уже с августа месяца работаем без перекуров пока не отказывал? нет, не отказывал по мелочам бывает так он у вас универсальный получается можно и кефир, и сметана, и молоко, да? да, абсолютно он перестраивается на три продукта кефир, сметана, молоко помыл и в работу, да? помыл и в работу а кем вы прежде работали, прежде чем в молочный цех прийти? раньше я работал тоже на гормолзаводе, а до этого работал на комбинате производим молоко разливное, фасованное, затем кефир, творог фасованный и весовой, полужирный, 9% жирности, так и сметану производим, вот и налаживается производство йогурта а вы примерно представляете себе, каким спросом пользуется ваша продукция в городе? да, я представляю дело в том, что я сама видела очереди за нашей продукцией гораздо более своевременный расчет с поставщиками молока, нежели это делает Мальдоборский кормокомбинат вот главный козырь норовчатцев в эти дни здесь проходит обкатку линия по производству йогурта та самая, которая была установлена специалистами из Израиля в Обручевке есть намерение оттуда же забрать молочный завод и дело здесь не в том, что в Кизильском районе специалисты хуже агатовских просто отсюда до города полчаса езды а для нежной, скоропортящейся продукции это имеет огромное значение вы вроде как предприниматель бизнесмен что ли? ну можно так сказать если вы сегодня весь день провели в поисках реализаторов продукции да удалось знаете? удалось конечно есть сегодня заключенные договора многими магазинами спрос на нашу продукцию сегодня есть конкретно потому что все таки завод выпускает продукцию в ассортименте выходит как в старые времена, кто смел тот и съел? да, так получается работаешь, крутишься, вертишься, привлекаешь значит все будет на твоей стороне сколько вы заработали с августа месяца? в смысле как заработали? я имею ввиду свели концы с концами или работаете в убыток? нет если в полном ассортименте мы сегодня работаем то в данном моменте есть сегодня даже и прибыль в пределах десяти процентов а десять процентов для сегодняшнего времени уже предостаточно для того чтобы сегодня предприятию работать дойные гурты на рачатке всегда были одним из самых продуктивных на юге области еще пять-восемь лет назад здесь доили по три-четыре тысячи литров молока в год от фуражной коровы сейчас надои резко упали сказывается бескормица полуголодные зимы 95-го и прошлого годов но ситуация похоже налаживается и хотя своих кормов на рачатке сродных доставало кормовый клин здесь резерв хозяйство рассчитывает на маневр который возможен при взаимозачете а также на мудрость государства которая просто обязана повернуться лицом крестьян при хороших кормах здесь способны работать высоко продуктивно вот эти годовалые телки им в запуск идти только в следующую зиму главный резерв норовчатцев если были бы сегодня у нас выдавались кредиты под те проценты в денежном выражении конечно любой бы руководитель в том числе и в целом по району можно было с наименьшими затратами купить и приобрести большее количество вот того что мы производим в виде горюче-смазочного материала в виде запасных частей техники и так далее и так далее минеральных удобрений и прочее поэтому сегодня другого выхода у нас нет мы поставлены в очень ну не то что рамки а просто нам нам деваться некуда и сегодня нам говорят если сегодня у нас техника стоит нет горюче-смазочных материалов ни солярки, ни бензина и нам говорят о том что вот мы по товарному кредиту вам продаем вот канал ну хоть 10, 20, 30, 50 тонн надо брать потому что иначе в посевной не подготовимся и мы вынуждены брать хотя солярку сегодня нам предлагают за тонну 1,9 млн это грабительские цены а зерно сегодня мы сдаем мягкой пшеницы в лучшем случае это 700 тысяч ячмень 500 тысяч тонн конечно же навязанные товарные кредиты сегодня для крестьянина ничь вторая проблема это цены на энергоносители и мы недаром попросили Александра Михайловича с нами встретиться в теплице мы бы очень хотели чтобы и вы обратили внимание в каком ужасном положении оказались те кто в прежние времена имел на огурцах и помидорах миллионные прибыли конечно же в старых ценах овощи во всем мире они очень прибыльные правильно они могли бы стать золотыми овощами но они стали для вас золотыми вот в кавычках так я понимаю да ну это наверное на сегодня издержки нашего времени что ли вот как уже повсюду идет этот диспаритет цен директор акционерных обществ населия делятся на две категории которые брали кредиты брали брали и брали которые не брали старались жить посредством своим и вот сейчас они оказались в худшем положении вот вы к какой категории относитесь ну кредитами мы никогда не были балованы как-то даже какая-то гордость была да мы не просили мы не клянчили мы сами зарабатывали не только зарабатывали но еще могли что-то помочь строить как я уже говорил насколько я помню президента Узбекистана зовут Ислам Каримов вы Асхат Исламович Каримов родством попахивает нет родства нету однофамильцы удачные понятно то есть удачливость президента вам передается так да я считаю что передается Асхат Исламович вы пробовали голландскую продукцию я имею ввиду огурцы томаты ну хотя бы для того чтобы обругать конкурента потом последствий да приходилось пробовать это как картошка самая обыкновенная она во первых невкусная и воды там уже не остается потому что она долго хранится поэтому наши огурцы они конечно намного вкуснее и приятнее и питательнее знаете синдром работников шоколадной фабрики они шоколада не едят а вы собственно огурцы едите? нет мы пробуем так а что вы можете сказать в защиту или в одобрение вашей продукции? наша продукция самая чистая она потому что мы вообще не используем не работаем ядохимикатами для защиты их работаем полностью биометодом поэтому содержание каких-то вредных веществ которые вредны для здоровья у нас исключены 9 гектаров закрытого грунта вот поле деятельности для 130 человек это штат тепличного комбината но как продать килограмм огурцов за 12-15 тысяч рублей а дороже не возьму если оплата только за газ составляет 17 тысяч ведь даже прожечную дотацию за тепло в размере 30 процентов кстати предусмотренного законом государство не выплачивает как-то вот странно или это природа обусловленная помидоры у вас первый рожак 1 мая а второй 7 ноября так? да так распределилась матушка природы или вы так вот специально? ну это обороты у нас так рассчитаны сроки посадки и выходит что урожай к знаменательным датам у нас а к новому году что? ну к новому году у нас уже остатки помидор там зелень понятно а что делают здесь ульи? ульи стоят здесь предназначены для опыления помидор что ли? пчелы летают? да а женщины членов вашей бригады не кусают они? бывает и кусают вот так издержки производства что ли? да нет травматизм производственный да? нет для здоровья полезно пчелы бригадиру утверждают что пчелы вас кусают вам это нравится правда это? конечно нравится ну как полезно для здоровья если да конечно травматизма лечит от чего от чего вы тоже так считаете да? ну что не перетерпишь чтобы повысить урожай конечно это же опыление происходит а долго ли вам терпеть осталось отсутствие практически зарплаты? ой это ужасно я даже у меня даже нет слов что сказать потому что тяжелое положение вам предлагают продать то есть выдать зарплату товарной продукции окурцами, помидорами а кто продавать то и будет а? у вас что мужья способны поехать на город и продать? ну безвыходное положение и в том году брали помидоры так же выезжали продавать ну вы знаете вот у меня за тот год за должность я очень мало брала продукции но где-то около трех миллионов это все таки большая зарплата для нас так сейчас опять предлагают брать ну это не дело наше дело выращивать пусть это делают реализаторы сколько бы не твердили миру пророки о долгитерпении русского народа эти разговоры все равно окончатся плохо вот здесь на юге области главная житница региона и люди здесь живущие даже не мечтают о донациях которые имеют их братья по сельскому цеху в высоко развитых странах им бы хоть немножко помощи немножко оборотных средств и к черту всех посредников набивших карманы на грабительских товарных кредитах здесь умеют не только хорошо работать но и думать на перспективу я понимаю когда допустим жалуется директор хозяйства у которого на самом деле и животноводство и полеводство убыток запустения нищета прямо скажем но человек который способен продавать супер элиту зерно допустим по цене 3 и выше миллиона за тонну наверное не вправе жаловаться так надо просто сравнивать уровень жизни как мы жили и как мы живем я же знаю за счет чего это делается но уровень заработной платы сегодня по совхозу составляет 390 тысяч на человек но вы ее выплатили за декабрь да мы за декабрь проплатили но это не уровень зарплаты это не уровень жизни сегодня для селян когда он приходит не может необходимое купить а после это постоянные потуги я считаю что самое унизительное для человека вообще платить выпрашивать свою заработную плату и унизительное для руководителя хозяйства не отдавать ее вовремя на уровне германии как сейчас дают мне бы хватило одного процента для того чтобы жить по отношению там как датируют сельскохозяйственное производство а в соединенных штатах дают 57 процентов дотация государства дает от затрат представляешь какие это деньги 57 процентов дотация от залчатого это что там дует по 6-7 тысяч да дело не в этом дело же не в этом тоже конечно но давай будем так говорить если ты делаешь материальную техническую базу лучше и лучше для этого нужно вкладывать материальную техническую базу в развитие а если ее нету если оборотные средства наоборот сегодня изымается за счет диспаритета цен как ты будешь наращивать производство я вот слышу уже слова не директора крупного хозяйства в югообласти а государственного мужа давайте откроем немножко карты вы член совета как это называется общество ну я недавно им стал меня избрали сейчас членом совета агропромышленного союза России на недавно прошедшем съезде я был там делегатом от нашей Челябинской области меня избрали сейчас там получается противоречие вот пожалуйста на Ровчатке работает молочный завод в Мосе работает молочный завод и довольно успешно голландский вы утверждают что это не рентабельно я не говорю не рентабельно может она давать рентабельно но нельзя добиться никогда высокой рентабельности на малых производствах надо переработать громадное количество допустим если это относится к молочному заводу молока чтобы оно издержки на одну тонну были меньше только при этом случае ведь нигде на западе уже не производят не делают мини заводы они отправляют на заводы где переработка примерно такая как у нас молочный завод вопрос такой городской вопрос другой как это дело будет перераспределяться прибыль получаем на заводе если так как сегодня она идет толку не будет я считаю что первое что должен сделать агросоюз областной который мы создадим на днях в области первое что он должен сделать это в обязательном порядке забрать себе контрольный пакет акций создать дирекцию из производителей товарной продукции и они должны диктовать условия игру как должно идти от потребителя до производителя деньги и мы должны оставить им столько денег сколько положено вот возьмите пример в прошлом году миллиард восемьсот шестьдесят миллионов у Татьяны Никандровой на магнитогорском молочном заводе было нераспределенной прибыли чистой прибыли и она используя то что у них контрольный пакет акций ни копейки нам не вернуло на акцию ни одной я считаю это скоро будет закончено Иван Котельников из категории элиты директорского корпуса Южноуральского села битый при всех режимах только за то что позволял себе свое суждение иметь он тем не менее сумел сохранить потенциал искры в эти суровые годы и даже приумножить его семенной фонд зерно высочайших репродукций которое он сберег от дикого рынка позволит им идти вперед сейчас он мечтает землицы привязать позволит а пойдут к нему под крыло люди деревни с великой радостью и этот вариант назовите его ассоциацией или холдингом как угодно возможно поскольку нынче главой района избран человек способный на нестандартные решения люди которые работали в свое время когда я руководил районной партийной организацией и трудовыми коллективами решая задать их в то время ну власть была власть никуда от нее не уйдешь многие люди остались действительно и сегодня они оправдывают надежды жителей района тех коллективов которыми они руководят в то же время я сегодня столкнулся и со второй частью этого вопроса что пришло к руководству очень много интересных молодых людей людей которые видят современную жизнь видят перспективу на будущее с учетом уже сегодняшних сложившихся социальных отношений и в производстве и в экономике и это меня радует что рядом с опытными людьми работают интересные люди сегодня вот сочетание молодости сочетание молодых интересных людей предпринимателей руководителей коммерческих структур руководителей акционерных обществ товариществ различных есть интересные люди и они видят и желают сделать очень многое не только для своих коллективов не только видя впереди свой заработанный рубль а понимая глубоко общественную значимость своего производственного коллектива которым они руководят у кого сейчас больше власти тогда вот в райкоме партии или нынче в администрации района ну вообще то вопрос интересный обычно говорят так у кого больше денег у того и власти больше да я считаю так что деление власти на сегодняшний день у кого больше у кого меньше на сегодняшний день наверное неправильно было бы ставить так вопрос я убежден в том что тот руководитель который работает на том или ином месте он прежде всего должен сегодня руководствоваться теми законами теми приоритетами которые перед ними стоят у нас ведь достаточно сегодня определено функциональных обязанностей и порядка как это надо принимать те или иные решения много конечно есть еще и минусов много нулевых вопросов нет еще законов таких как сочетать положим муниципальную власть областную власть по многим направлениям и так далее но в практике своей находя понимание и на областном уровне и на местах вот всегда можно принять правильное решение не нужно только в этом плане торопиться спешить бить с плеча разумно четко советуюсь в этом плане ведь главы администрации сегодня я в том числе в лучшем положении ну во первых мы избраны недоверия народа во вторых уже как-то сложились определенные формы законодательного права и полномочий в третьих ведь мы сегодня опираемся на большой демократический институт это сессии районного совета депутаты избранные люди мы всегда можем посоветоваться всегда можем найти какое-то решение коллективом и я считаю это просто для главы администрации дает большой повод для того чтобы меньше сделать ошибок и в заключение нашей программы рассказ о необычном новоселье многие монтогорцы особенно те из них кто имеет свой транспорт или по работе связан с автомобилем помнят то время когда все документы по регистрации приходилось оформлять в старом тесном здании на левом берегу более неудобного места для этих целей трудно было придумать тысячи людей стояли в тягостном ожидании в очередях а многие уходили ни с чем но вот ситуация резко изменилась вот это красивое здание бывшая школа в начале улицы советской и есть межрегиональное регистрационно экзаменационное отделение сокращенно брейлов данные четырех сельских районов и трех городских а в общей сложности это более 80 тысяч транспортных средств заложены в эти компьютеры в отделении 11 офицеров ГАИ и пять паспортистов с лавиной информации позволяет справиться суперсовременная оргтехника где особый интерес у нас вызвал прибор по выявлению поддельных перебитых номеров по переезду в данное здание был приобретен новый сервер компакт пролиант который позволяет вмещать данные об угонах в масштабах всего мира и учетную базу города Магнитогорска будут завезены компьютеры а пока экзамены идут при помощи старого испытанного способа но вот новинка моментальное цветное фото с такими правами можно смело останавливаться у полицейского поста на любой автостраде мира новый бланк заявления у вас есть на руках нет? нет хорошо Сергей Павлович одну секундочку я вас оторву ненадолго один вопрос сколько времени проходит с момента подачи заявления на замену прав или там новые права получить до получения значит все это время занимает порядка 30-50 минут автомагазины где недорого можно купить запчасти кафетерии прекрасно отделанный внутренний интерьер здания все это конечно же сопутствующие моменты ведь для водителя главное максимально быстро получить новенькие документы но согласитесь у человека и на душе становится легче после того как его обслужат здесь по первому классу а это предмет особой гордости монтагонцев автономная газовая котельная итальянской фирмы Calat полная автоматика саморегуляция сверхэкономичный режим все эти плюсы нового оборудования уже оценили по достоинству в гор электросети и уже несколько объектов в городе оснащаются сейчас таким же оборудователем но госавтоинспекторы были первыми Александр давайте откроем тайну это все имитация мы вас сюда специально пригласили потому что в три часа вам здесь делать нечего правильно в три часа я здесь вообще не хожу осмотры я произвожу обычно утром и вечером ну а теперь о главных действующих лицах этот подарок монетогорцам сделан щедрой и мудрой рукой руководителей фирмы автосервис прокат монтаж где прекрасно сработал дуэт в лице генерального директора прокат монтажа Валерия Черкова и молодого человека сидящего в этой машине который обещал к нам подъехать через пару секунд а пока он осматривает поле деятельности на нынешний год к сожалению в прошлом году не успели закончить автодром нам еще повезло с погодой помните что осень была затяжная потому что иначе бы он даже в таком состоянии не был все силы были отданы зданию благоустройство гостевой стоянки а здесь у нас просто рук не хватило ну мы не новые русские и мы не спонсоры и мне категорически не нравится когда даже коллектив первое время считал что мы пытаемся как то мы коллеги мы партнеры мы работаем вместе продолжаем строительство авторемонтных боксов здесь на территории будем осуществлять предпродажную подготовку техническое обслуживание автомобилей проверку ну то есть делаем комплекс услуг связанных с автомобилем мы сейчас могли сделать для человека хорошо лишили так сказать или упростили всю эту жизнь клиента теперь делаем все для автомобиля программа юг завершена и прежде чем как обычно сказать вам до свидания хочу пожелать вам успехов но только о очень хороших делах счастливо так и что это и